Если ты не принимаешь определенный препарат, могли его убрать из сборной А потом тебя ловили на допинг-контроль И потом с тебя еще вымогали за прикрытие Кое-кто был заинтересован, чтобы его мировой рекорд никогда не побили Олимпиада страшный турнир Проиграл одну, второй может уже не быть Прогунув шестом Игоре Труденкову повезло Он съездил в Атланту, а до этого была Барселона И там и там он выиграл серебряные медали Золото не получилось Но тем не менее, в истории есть всего три прыгуна в шестом, которые завоевали две олимпийские медали Игорь Труденков один из них Сегодня мы приехали к нему в гости на стадион Динамо Вы спросите меня, почему именно сюда? Все очень просто Игорь Труденков теперь тренер по ОФП волейбольного клуба Динамо Ленинградская область Сразу же возникает вопрос, почему человек с таким громадным опытом не востребован нашей легкой атлетике Вот это мы сразу же и спросим у нашего сегодняшнего героя В российской легкой атлетике сейчас нехватка профессионалов Все время говорят, вот нужно, чтобы приходили бывшие спортсмены, работали А вы в волейболе, как так получилось? Получилось так, что я не видел себя в легкой атлетике Почему? Потому что когда я уже заканчивал, когда я уже заканчивал, наша атлетика, мой любимый вид спорта разваливался уже Какой год? Я заканчивал в 2000 году В 2000 году? Да, в 2000 году Уже тогда разваливался? Да, уже тогда Просто как бы сказать, так как система очень большая сама по себе, легкой атлетикой, махина Скажем, то инерционность системы позволила держаться еще какой-то там до 13-14 года До чемпионата мира в Москве, где был прекрасный результат Да, 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 конечно, вот Но как бы ощущалось, что будет развал, а в Питере, как всегда, еще хуже было Вот мы сейчас приехали с вами на Динамо, где вы работаете, да, в волейбольном Динамо Вы работаете тренером по ОФП, да, если я правильно понимаю? Вот мы приехали на Динамо, здесь же вот есть возможность заниматься легкой атлетикой? Ну, здесь есть, безусловно, хороший стадион достаточно, с современным покрытием А в шестом я могу здесь попрыгать? Нет, в шестом прыгать не можете, потому что яма, которая была в тое время добытая, скажем так, приобретена, добытая под меня Она просто развалилась, загнила от времени, то есть вот теперь стоит только остов А почему новую яму не приобрели? Ну, никому не интересно, у нас как бы нет финансирования легкой атлетики, как я вам говорил, нет тренеров, то есть ни одного тренера на ставке Слишком маленькие ставки, да? Не интересно? Ну, я думаю, что да, я думаю, что если маленькие ставки Сколько тренера приобретет? Не, без шансов, не знаю сейчас эти значения в легкой атлетике Ну, думаю, что немного, там, примерно 30-40 тысяч максимум 30-40 тысяч Да, чтобы получать больше, нужно иметь спортсменов, которые входят в состав сборной города, сборной страны и так далее, то есть как гранты Из, все-таки, Всероссийской Федерации легкой атлетики вас приглашали? Игорь, придите, помогите Нет, даже не было никогда обращений, единственное, на уровне города было обращение, но там были настолько смешные финансовые вознаграждения, что несерьезно было говорить Хотя я бы с удовольствием, может быть, работал бы в легкой атлетике на альтроистических началах, вот если бы, как бы, продолжался бы мой бизнес, который, то есть, как бы, ну, в свое время не получилось закрепиться в бизнес-среде А что за бизнес? Ну, было производство мебель, мебель, элитной мебели на заказ А что не сложилось? Подвели партнера? Ну, да, как сказать, подвели партнера, когда стало больше денег, оказалось, что их очень сложно делить, вот, ну, и так Ну, много же, не мало Да, да, как бы, ну, вот, начались дрязги, как бы, и все-все-все отдачи захотели работать сами на себя И вы разбежались? Хотела спросить, вот у нас была Елена Есенбаева, сейчас она закончила Вот совсем недавно Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках в шестом А куда пропали топ-мужчины шестовики? Последняя медаль в 2005 году Вот был всплеск Лукьяненко в 2008 году, серебро в Пекине Ну, 11 лет прошло уже, ничего и никого Как сказать, очень сложный вид технически, как бы, требует большого комплекса подготовительных работ Это связано с тем, что вид практически затрагивает все аспекты физической деятельности Скорость, прыгучесть, выносливость, гимнастика, акробатика, нервная устойчивость То есть настолько разнообразно это требуется И также подготовки требуется очень большое количество всяких всевозможных То есть, например, если там бегуну достаточно, беговая дорожка или в парке Вот как здесь Да, то просто кажется, что нужен специальный зал А в Питере есть такие залы? Нет, нет, ничего нет уже А зимний стадион? Зимний стадион, ну, он как просто, он как закрытое помещение, да, там прыгать можно Но именно всю подготовительную работу делать там нельзя У вас есть ревность по отношению к футболу? Вот что футбол приходит, захватывает все стадионы Вот сейчас Газпром-арена, да, все и восторгаются, но она чисто футбольная Там не побегаешь, не попрыгаешь Есть какое-то что-то? Да, вы знаете, раньше было Раньше было, когда был помоложе, меньше понимал в этот То, как устроено общество, как устроены финансовые потоки в спорте, как распределяются Ну, футбол смотрят миллионы, десятки миллионов людей в нашей стране только Поэтому, естественно, что конкуренция у них выше и больше там денег Ну, нельзя же, что в футбол и больше ничего Ну, не забудем про хоккей, там тоже большие деньги И также достаточно большие деньги в баскетболе Вот Ирина Привал, например, сказала, что футбол – это 11 бегающих мужиков, а легкая атлетика – здоровье нации Я не думаю, что надо разделять Здоровье нации, если правильно относиться к любовью спорта, это имеет прямое отношение к здоровью нации Я говорю, что раньше было обидно за футбол, что незаслуженно У меня много друзей футболистов, то есть мой близкий достаточно друг Сергей Дмитриев из Зинита 84 Да, конечно Я знаю, как ему несладко досталось в жизни от футбола У него были тяжелые серьезные травмы А, сколько операций на коленях, как там его кидали с контрактами Ну, короче, жизнь не сахар, не могу сказать, что позавидовал ему в плане спортивной карьеры Но все-таки, тем не менее, в Питере нет ни одного стадиона, куда провести приличный стадион по легкой атлетике Чемпионат мира, чемпионат Европы Нет, на такой уровень, конечно, нет То есть есть Петровский, но там, мягко говоря, вряд ли туда Что можно провести серьезнее там этапа, может Не, ну, Петровский полностью соответствует, грубо говоря, хорошему мировому старту, но чемпионат мира, конечно, он не потянет Мы сейчас с вами идем в Динамо, как раз напротив своей Олимпийские кольца, да, еще остались? Вот так и наши легкоатлеты сейчас идут, да, к Олимпиаде в Токио и думают Возьмут нас туда, не возьмут, поедем туда с флагом или не поедем Как вы считаете, есть какое-то простое решение, чтобы нашу федерацию восстановили? Вот какой-то простой, на раз-два Думаю, не думаю, нету То есть все так запущено уже, да? Да Мы говорим одно, а делаем другое То есть я не сейчас Мы говорим, что у нас терпимость нулевая к допингу, потом выясняется, что чекинг где-то Я сейчас глубоко не влажу в легкоатлетику Там, как бы, нет у меня отношений ни с Кинофедерацией То есть я могу поэтому Могу говорить только опираясь, так сказать, на прошлую информацию То есть, как было раньше, я не думаю, что сильно сразу, быстро можно изменить отношения между допинг-контролем И федерацией Но можно заслужить доверие какими-то шагами Доверие можно заслужить только многолетней частотой, как бы сказать, без сдавать допинг-контроль Без шероховатости, скажем, да, без всяких там Не могли дозвониться, был в отъезде и так далее Вот как получилось, да, с нашим пригоном в высоту Это же вообще жуткая история Ему потом какую-то липовую справку еще, да, дали? Конечно, да И как после этого верить? Так вот я про это и говорю То есть надо понимать, что здесь должна быть открытость, на самом деле Во всех крупных легкоплитических странах Есть помощь в плане медицинской Не всегда это допинг Это где-то идет на грани То есть совершенствуют препараты, совершенствуют технологии Но помощь есть Просто она не настолько ярко выраженная И как бы, раз мы уже попались, то мы теперь должны быть долго-долго очень подлинные Такое ощущение, что тем более все вот, да, пользуются помощью этой, а ловят только нас У нас такой каменный век, что ли, медицина получает? Не знаю, сейчас не могу сказать вам Я знаю просто, что в мое время наши прекрасные, замечательные доктора сборной Сдавали препараты, которые были на пике То есть это было новшество в медицине То есть ничего такого запретного в них не было, на самом деле, по своему воздействию А вот запретный вам предлагали когда-нибудь? Конечно! Попробуй Конечно, но было в то время Это уже достаточно было открыто, все-таки это уже был конец восьмидесятых Демократия, как бы, и не было давления Хочешь – пробуй, не хочешь – не пробуй То есть твоя ответственность Да, твоя ответственность Но вот, например, я знаю близкие люди, которым я могу верить, что в конце семидесятых, начале восьмидесятых Вплоть до принудительных Если ты не принимаешь определенные препараты, могли убрать из сборной Ну, такое я слышал, было и в двухтысячных у нас сборной России Так что, то есть, насколько я правильно понимаю Просто в двухтысячных, извините, перебью Было какое? Тебя заставляли покупать препараты у людей, которые стояли, так сказать, во главе федерации Не буду фамилии называть Потом тебя ловили на допинг-контроль Тебя сначала брали деньги за препараты, в три раза дороже, чем это можно было достать А потом тебя ловили на допинг-контроль, потому что знали, на что нужно ловить Это был простой тест И потом с тебя еще вымогали за прикрытие, чтобы не отправить это дальше Серьезный бизнес И, как бы сказать, одни люди занимались этим же самым, то есть, грубо говоря, доктора Кормили, продавали Все это было под патронажем главного тренера И, соответственно, я не сомневаюсь, что президент федерации тоже знал об этом Не мог не знать Валентин Васильевич Блохничев про эту систему Я не думаю, что он с этого имел мзду Но, думаю, что знать он про это был обязан А с чего же скандал-то вышел, что когда... Шобухова Шобухова Она была у моего друга Он ее агент Андрей Баранов, известный в мире спорта Вот Ее также поймали у нас И получилось так, что облава была свада И засветилось, что она, значит, на допинге Для того, чтобы прикрыть ее, Андрей лично привез 350 тысяч евро Так, кому? Ну, а не будем говорить, кому отдавал Вот Отдал деньги федерацию А когда не получилось ее... Отмазать Отмазать, ему вернули только 150 Или 200 А 200 за что взяли? Не знаю, на посреднические услуги И как бы И после этого, естественно, Лилия открыла рот Кому понравится, сказать, он 200 тысяч кидает Конечно Так же было со Степановой Такая же история И много-много таких спортсменов было Ну, которых, видимо, отмазали У вас два серебра олимпийских В Барселоне и в Атлантии Какое получилось более обидным? Где вы были ближе к поведе? Ну, ближе, конечно, был в Атлантик Но, на самом деле, когда вот уже анализируешь Пустя там 20... Скоро 30 лет пройдет В Барселоне так же был близок к победе Давайте вот по Барселону Там интересный момент, что на Олимпиаде в Барселоне Вы дважды обыграли Бубку Сначала его брата в квалификации младшего А потом самого... В квалификации В отборе, в отборе на Олимпиаде, да А потом самого Сергея в финале Когда Бубка зачехлился в финале, что вы почувствуете? Все? Нет, это было на самом деле большое разочарование На самом деле, когда такие звезды, суперзвезды Ведь лидерство его не оспаривал никто в то время Он приехал с мировым рекордом Ни на одном из соревнований Да, выигрывать у него всегда хотелось Это было очень круто И раз-два в год я всегда где-то умудрялся его обыграть Но для того, чтобы его обыграть, ты должен был показать свой лучший А у него должен быть худший день, предположим Как и было в Барселоне В Барселоне, на самом деле, он же не взял просто высоту Как так получилось? Я думаю, что там, конечно, ветер дурацкий в момент его попыток пошел Было спокойно, спокойно, то он выходит, и ветер меня есть Как будто сама природа была против Вот это могу сказать абсолютно точно И, конечно, у него была очень тяжелая ночь перед этим А что такое? Пьянки-гулянки? Нет, не пьянки-гулянки, конечно Это финансовые вопросы Тогда он перезаключал контракт с Найки А что, обязательно было перед финалом? Не знаю, о каких суммах было это Но, понимаете, Найки были его спонсором И, естественно, серьезные деньги на кону стояли И, видимо, это тоже повлияло То есть, там все-таки люди вроде как из спорта Но деньги считать тоже умеют Поэтому боролись Они боролись, а его агент боролся Постоянно дергал его То есть, это вот я знаю ситуацию от агента Все-таки в 92-м году Вот когда Бурку зачехлился, Тарасов выдал там два чудо прыжка Вы могли с ним конкурировать, обыграть его? Или в тот момент просто Максим был Нет, нет, как раз Максим замечательно Все, как бы сказать Я к нему очень хорошо отношусь Он как, ну, не близкий друг Но я считаю, что это дружеские отношения Он прыгал 5.80, я прыгал 5.80 Да Как бы Ну, я не был готов психологически выигрывать Олимпийские игры То есть А в чем это заключается? Заключалось это в том, что надо было прыгать 5.85 А не этот, а не переносить на 90 То есть это, хотя в 90 тоже был шанс прыгнуть Но все-таки 5.85 гораздо реальнее А почему не стали прыгать? Ну, потому что какой-то эмоциональный такой был стресс То, что ты второй, я с третьей попытки прыгнул 80 Был четвертым, стал вторым То есть как бы это все такая Бубка зачеха Да, эйфория То есть как бы Ниже второго вы бы уже не упали Да То есть не было четкого плана Да, тренера не было на этой Олимпиаде Да, не было, да? Ну вот, как бы заранее не проговаривали такие ситуации За какую страну вот вы представляете для себя лично в Барселоне Для какой страны вы выбрали серебро? СССР? СНГ? СССР СССР? Такой страны не было уже? Нет, ну как не было Она для меня и сейчас есть как СССР Я очень хорошо отношусь ко всем нашим братским народам Включая даже страны Прибалтики И как бы И в то время нас местами не очень недолюбливали Но честно сказать, что было за что Это конечно так что То есть все таки вы тогда вот приехали именно как советский спортсмен Никто не воспринимал тогда как этот Объединенная команда Никто из спортсменов никто не воспринимал тогда Максим Тарасов интересно скалмысль Что для него все таки вот прыжки за 6 метров, которым удавались Затмели даже золото Барселоны У вас тоже были прыжки за 6 метров Отличный рекорд 6.01 Что чувствует человек, когда он летит с высоты 6 метров? Чувствуешь то же самое, что летишь с высоты 5.90 А сильно по временным характеристикам не отличается Ты даже не поймешь этого Сам факт, что это достижение Именно цифры такие Это как бы колдовство То есть это за 6 метров прыжок Это конечно дорогого стоит Но сказать честно Если бы у меня был выбор в то время Сказали бы прыгнуть 6 метров Или выиграть Олимпийские игры Я думаю, что я бы больше склонился прыгнуть 6 метров Сейчас я однозначно понимаю, что Олимпийское золото Оно конечно дороже Абсолютного результата А с Максимом потом не обсуждали Вот что заплатили за золото Что за серебро Сильно разнились суммы Я имею в виду призовые От федерации От государства Там в принципе информация такая незакрытая А федерации заплатили за Барселону Максиму 3 тысячи долларов Мне 2 тысячи долларов заплатили А за Атланту сколько было серебро? А за Атланту было значит 50 тысяч золота и 20 тысяч За 4 года выросло Да Помните куда вы потратили свои призовые? Все таки времена такие были не самые денежные Ну как сказать У нас все равно основной бюджет Составляют не призовые от федерации Основной доход идет с коммерческих стартов То есть если я, грубо говоря, после Олимпиады Поднял свои базовые деньги в 5 раз В серебряном подержали Олимпиады все хотят пригласить Да То есть там сразу за месяц после Олимпиады 10 стартов на которых ты получаешь там в среднем 5-6 тысяч долларов И понятно, что это легко перекрыло все деньги Естественно квартиры родителям Себе Потом машина на следующий год Ну как-то так Перед временем в Атланте вы потеряли свои шестые То есть это действительно так важно То есть прыгать своими шестами Конечно Ты как бы несколько лет их подбираешь Ну хотя бы год там какой-то Ты их подбираешь, обкатываешь Они у тебя как родные То есть ты чувствуешь, что знаешь его Как на ощупь, грубо говоря А как объяснили, как потеряли Ты привозили в аэропорт И ты потом знал место, где ты берешь шестые И как бы сдаешь их в багажную стойку И полетел там все домой Это было в соревнованиях по Франции и в Ницце Так Приехал в аэропорт, шестов нету ничего делать И кто ничего не знает Были, где-то были Пойдите, посмотрите там То есть как чьи-то шестые лежали Моих не было, все Вот так Ну второй удар был посильнее, конечно Когда ваша супруга прямо в Атланте Там заподозрили к применению про Монтана Да, все заподозрили, а не заподозрили А уничили, а потому что она его принимала Вот, и все, то есть снятие соревнований На себе вы ловили косые взгляды тогда? Что вот если жену поймали, то может и муж не чистить? Нет, у нас, знаете, отношение было к нашему виду И к нам до этого все-таки Периодически проходили проверки на допинг-контроль И как бы все-таки высокотехнические, технические виды Минимально применяли допинг Как бы вообще практически Ну, уже не применялся Очень было тяжело, потому что это нервы Это как бы у нас тогда хорошие отношения были с женой Ну, естественно, я практически толком не упал Буквально за пару дней достаточно? Да, да, то есть я получил, что практически две ночи Я вот это отлежал Она сразу уехала из Атланта? Нет, она сразу до последнего дня и все После того, как наша команда не побежала на выстафете 4 по 100 И ее уже реабилитировали То есть Быстро То есть как бы лишили считать Ну, я считаю так, что лишили золота меня Решили золото, возможно, в эстафетную команду нашу женскую А, то есть вы считаете, что если не было истории с вашей женой, было бы золото? Ну, вероятность это гораздо повышает Потому что Вы не допрыгнули что-то, да? Потому что я и так был очень близок к принципу Потому что я 6.02 перелетел, она стояла, еще качалась Еще я уже лежал на матах, а планка еще качалась Планка стоит И вот так вот раз, и тогда через секунду падает Ну, естественно, не защитно Вместе с этим упало золото Вот вы сказали про 6.02, но началась для вас Олимпиада ужасного Вы едва в квалификации баранку не получили Два прыжка, 5.60 Да, это же началось как? Ну, у нас одновременно забеги у Марина на 200 метров квалификационные Она там, предположим, в третьем-четвертом забеге Забег идет, ее нету, следующий нету Я кручу башку, понять не могу Все равно ты отгоняешься, все равно волей не волей Ты об этом переживаешь Конечно Естественно, это немножко где-то сбило Ну, конечно, когда уже осталась одна попытка Что вы для себя подумали? Ну, тут уже просто отрешился от всего, конечно И там жахнул, я не помню Там фотография была тоже, там запас, наверное, 50, наверное, был Ну, так образно, да, играет Но в финале, в финале у вас возникла та же история Вы берете 4.75, а на 4.86 планка раз падает Планка два падает Вот я говорю, что опять-таки это стечение обстоятельств Что такое прыжки с шестом? Прыжки с шестом это всегда анализ Через сколько времени ты должен себя вывести в состояние готовности Ты не можешь постоянно быть на пике То есть ты прыгнул в высоту Ты себя гасишь И ждешь То есть ты выходишь в состояние спокойное И потом для того, чтобы тебя привести в состояние стресса Ты должен себя как-то разогреть Там 10-15 минут тебя уходит на подготовку к этому А нам получилось так, что Во-первых, все очень долго прыгали 80, и в последней попытке ломают стойку Задержка на 40 минут Через 40 минут ты тащили запасную стойку А ты же не знаешь, когда будет Ты не можешь себя гасить И ты вот это постоянно Лишний час То есть ты на самом деле должен себя вести на 10 минут Состояние Да? Вообще в идеале на 2 минуты А тут ты держишь час это состояние Естественно пошла яма Естественно пошла яма И эти две попытки Это просто убитые Просто никакие Вот Потом я взял паузу А ты вышел из этого состояния На какой-то промежуток Пока То есть пропустил на следующую высоту Успел себя привести Прыгнул 5.92 Очень как бы так неплохо Хороший по технике прыжок Там был с запасом В Атланте не было Гатаулина Не было Тарасова Травмировался Бубка А почему вы не стали прыгать 5.97 Ведь фактически это было Ну уже прыжок на Олимпийской Вряд ли бы француз прыгнул бы тоже высоту Вот я сам себя спрашиваю это А опять Потому что не было плана То есть я не мог себе представить Что Назарыч Сойдет по травме Есть же план А и план Б Назарыч сходит План Б Не было плана Поверь, что он второй Олимпиады Мы с ним схлестнулись на одном старте На таком серьезном Мы прыгали там с ним Я прыгал 5.95 Он прыгал 6 метров Я прыгал 6.05 Было так Ну в принципе похоже Понятно было Чтобы выиграть Олимпиаду Надо прыгать 6 метров Это 4 года Настраиваешься Что ты будешь прыгать 6 метров на Олимпиаде Ты не можешь переключиться за один день Это просто невозможно Хотя конечно это надо было сделать Понятно, что это моя ошибка Моя ошибка, моего тренера ошибка Все стечение обстоятельств Вело к тому, что Очень плохая кухня в Атланте была Омерзительная Олимпиада В плане организации Ужасно невкусная Некалорийная Гамбургеры Гамбургеры Там 99 макдональдсов было То, что они кормили в столовой Все безвкусное То есть ну Просто отвратительная Олимпиада По сравнению с Барселоной Это просто Самая худшая Олимпиада Которые говорят все Кто был вообще Я потерял 2 килограмма веса еще То есть за счет того, что Ну просто еда никакая Не пытаетесь это подкармливаться? Это уже последние дни Я уже пошел в город Начал там питаться более качественно То есть за деньги Ну как бы В нормальных ресторанах То есть как Что-то в подъезде успел В общежитии комната Она наверное Размером с автомобиль Не больше Но метров пять квадратных Дует кондиционеры Которые не регулируются Со страшной силы Все спортсмены Затыкали кондиционер Чем могли там Не пытались жаловаться? Да бесполезно Это так положено и все Ну серебро Это все-таки обида Вы с обидой Ужели с Атлантом серебром? Да конечно Чувствовали что-то не допрыгнули? Конечно Конечно Атлант это очень такой Был болезненный Очень долгие годы Мучил меня Сейчас конечно Уже переболел Так Спокойно на это реагирую Но после Атланты Вы понимали что Следующей Олимпиады Уже наверное Скай все не будет? Нет Я практически отобрался На следующей Олимпиаде Мне не хватило Просто я две операции Сделал на колени Как бы не успел Подготовить себя К отбору В принципе Я даже мог поехать На Олимпиаду Но я понимал Что я не покажу это Вот поэтому Даже разговор об этом Не заводило И так и остались в истории Двукратно Серьезным путем Тоже кстати не маловажный Я не назову много людей У нас вообще В прыжках шестом Только два человека По-моему Кто имеет Он сейчас по-моему Лавинье Да? Три человека Которые имеют Две олимпийские награды Тарасов и я И Лавинье Вы вспомнили про Лавинье Он побил рекорд Бубки в зале Вот совсем недавно 6.15 6.16 6.16 даже 6.14 рекорд Бубки на улице Еще стоит Да? Вне зала Как вы считаете Где этот предел? Где вот эта высота За которую уже человек не перелетит? 6.20 6.30 Я думаю Что вполне 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 Допустимо 6.25 6.30 Где-то в районе предела Как скоро? Скоро Здесь должно стечение обстоятельств Должно быть Как минимум два спортсмена Которые будут разгонять Как в свое время Как в свое время Бубка и Венерон Как потом Бубка и Гатауллин То есть не бывает таких прыжков Прыгать без конкуренции Невозможно на такие высоты А вы видите вот В ближайшее время Таких людей Которые могут их загнать? Да пока нет Пока достаточно Прыгают раз в сезон За 6 метров И уже все как бы Все замечательно Восторги, сопли То есть это вот Такой характер Такой характер И ненасытность Как у Сергея Бубки Таких пока я не вижу То есть я посмотрю Качек от мира Олимпийские игры Смотрю Понимаю, что люди Помельче Помельче То есть притязания Такие Тот был ненасытный Он просто все Прыгать, тренироваться А результат Все Вся жизнь была его в этом Вы еще Помимо того Что двукратный Серебряный призер Олимпийский Вы еще племянник Владимир Кондрашина Его вдова Периодически вспоминает Когда это интервью Об этом Вы ходили на фильм Движение Вверх? Смотрел по телевизору Понравился? Понравился Очень Было сначала Немножко негативное У многих У многих вызвало такое Оторжение В том числе У Довы Я знаю Я с Ютюжением Общался на эту тему Ей на самом деле Фильм понравился И не понравились Некоторые факты Которые Были не свойственные Вещи Петровичу Показанные Он не был Таким человеком Некоторые моменты Показанные Или он к этому проще Относился Он мог вообще Да Ну Не знаю Петрович крутой был Он Он очень крутой А что вас особенно в нем поражало? Закаленный характер Виде Вот эта беда с сыном То есть он Очень жестко относился к себе Требовательно Почему он добился Такого результата Потому что он Все новые технологии Которые зарабатывались В НБА Он получал Первым В нашей стране То есть он Регулярно изучал Все баскетбольные журналы Американские Я свидетель сам Потому что был в гостях Видел кучу стоп Стоп этих журналов Он у них учился Перенимал лучшее То есть Искал свое новое Все таки Что входит в ваши обязанности В Динамо Ленкацкая область? Ну как Входит Входит Здоровье спортсмена Входит в обязанности Сделать их Помочь им Стать здоровее Укрепить связки Укрепить сердце Никогда не бывали таких мыслей Хочется вот так Все бросить Взять какого-нибудь Талантливого парня И за там Шесть лет Подготовить Олимпийского чемпиона Конечно Если бы Мое финансовое положение Не заставляло бы меня работать Я бы занимался тем Что я люблю больше всего Да Я бы занимался легкой атлетикой Потому что это там Где я больше всего понимаю Разбираюсь Хотя конечно За 15 лет Моя связь с волейболами Тоже многому научился И как бы Тренирую волейболистов Опираясь на их движения То есть не на легкоатлетических Хотя очень много общего Переливается А сколько вот вообще Нужно лет Чтобы подготовить Один цикл или больше Нет Ну это как повезет Понимаете Никогда не берут спортсмены Не готовят с нуля То есть всегда То есть Юниорский там Спорт Там тренер где-то в районе Там 17-18-19 лет Детский тренер Передает Тренеру Который будет тренировать В взрослом спорте Хотя конечно Есть истории Как у Трофимова С Сенбаева Как он остался с ней И вырос с ней И поднялся Но это как бы Скорее как исключение Из правилов Исключение? Да Почему? Потому что Разный совершенно Подход А Сенбаева Такой уникум? Да Это своего рода Бубка А кто талантливый? Она или Бубка? Сергей талантливый Почему? По упертости Ну наверное Потому что он еще мужчина Да? Тяжело сравнивать Мужчину и женщину Сейчас все Феминистские напряги Напряглись Я считаю Некорректно Ну и даже вот смотрите По количеству Мировых рекордов у Сергея больше Как бы Женщина чисто биологически Уступает мужчине Поэтому разница всегда будет И все-таки последний вопрос Когда Новый мировой рекорд ждете? Да мне сейчас Тяжело говорить Ни у женщин Ни у мужчин Мировой рекорд Вообще в легкоатлетике Дело такое стало редкое Сейчас Стадионы все закрыты Практически Очень хорошо Ветер мало помогает Вот Где-то на мелких стартах Там только Ну Опять таки тяжело Очень высоко загнанные результаты Будем так говорить Что уже 99 И Какие-то десятые Уже До всех мировых рекордов Выбраны То есть остался Очень маленький запас На что можно добавить Ну в 6 есть этот запас? В 6 есть безусловно Потому что здесь Здесь есть 6 С которым Как бы там Дополнительный фактор Которым Если все сложится То можно Больше А сколько 6 вообще весит? Ну сейчас Сейчас 6 чуть меньше стали Весить там 2 килограмма Вроде 2 Ну мужской 6 2 200 2 300 А в 6 можно Как-то уменьшить вес Или все Вот эти 2 килограмма Они практически Выбрали уже По своим характеристикам Отдачи То есть они Порядка 99% Отдают Энергии Возвращают Технологичный материал Уже не может Добавить А что-то с планкой Нет? С планкой Наоборот Сделали еще хуже То есть если Раньше были Платформы На которых планка Вяжала 7 сантиметров Сейчас сделали 5 сантиметров Чаще падало Да Это Если Скажем так Была Была 4 стороны На которых планка могла стоять То есть Теперь сделала одна Только плоская сторона А остальные Три стороны полукруглые То есть если Даже Планка остается Ну просто переворачивается В нижней поверхности То есть Судья может принять решение И не засчитать попытку А вот так даже Специально делается Чтобы чаще планка падала И зрителям интереснее Ну в своей среде Считаем что Кое-кто Был заинтересован Что боевой мировой рекорд Никогда не побили Но Ничего Вечного не бывает Вы имеете в виду Бубку Я ничего не Это вы сказали Хорошо Я скажу Спасибо большое За интервью Но видел фантус Ты побил все-таки Ну вот так Вы видели как это было Видели как это было Серега сидит Ля-ля-ля-ля В другую сторону Разбегается Ненормально Как шарах Да он же в Донецке еще побил Как Серега потом Он вообще не знал Что случилось Я вообще не понял Ну просто По-моему Коленки подкатились Да вы что Вообще Серега ну не ждал Никто не ждал Никто не ждал Ну понимаете Это вот как Вот Все как-то да Опять в едино случилось Это тринадцатый год Бьют рекорд Сереги И начинается война на Украине Донецка разрушена Да все как одно к одному Вот знаете А вы с Бубкой сейчас общаетесь? Нет я с Сергеем давно не видел Но он очень Очень серьезный Как бы пост имеет И как бы Естественно Недообщение с бывшими Друзьями Приятелями Хорошо спасибо Вот это кстати яркая история Про Бубку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok